СНЕГОПАДА В Москве отметили наградами регионы-лидеры в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». По итогам года дипломы и статуэтки вновь удостоилась Самарская область, а заслуженную награду вручили губернатору Дмитрию Азарву. Всего по региону в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 километров дорог, а с учетом федеральных трасс – 712 километров. В Самаре по нацпроекту в этом году обновили 38 участков дорог общей протяженностью более 57 километров, среди которых улицы Физкультурная, Гагарина, Авроры, Сергей Лозо, Солнечная, Советская Армия, Обувная, Магистральная и другие, сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской. За 4 года реализации нацпроекта удалось увеличить долю дорог, находящихся в нормативном состоянии, более чем на 20%, снизить показатели аварийности почти на 36%. Эти цифры говорят сами за себя. Тема дорог – одна из самых важных для горожан, отметила глава Самары Елена Ловушкина. В Самаре можно пополнить транспортную карту, не выходя из дома. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Объединенная транспортная карта». Через учетную запись можно посмотреть историю поездок за период до 90 дней. Для этого нужно ввести номер транспортной карты и проверочный код. Система показывает дату, время поездки, номер маршрута, тип транспорта, а также наименование компании-перевозчика. На сайте можно посмотреть и историю пополнений транспортной карты. Это позволяет не стоять в очередях и помогает маломобильным гражданам пополнить свои карты. Также в поддержку маломобильных граждан оператором «Объединенная транспортная карта» поддерживается социальная карта. Напоминает телеграм-канал Департамента транспорта Самары. Единое пособие на детей и беременных женщин начнет действовать с 1 января 2023 года. Получать его смогут семьи, ожидающие ребенка, и семьи с детьми до 17 лет, со средним доходом на одного человека ниже одного регионального прожиточного минимума. Выплаты будут назначаться с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер единого пособия – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка. Если семья уже получает пособие на детей, то можно выбрать «Получать пособие по прежним правилам до истечения срока назначения» или «Перейти на единое пособие». А родители детей в возрасте до 3 лет, рожденных до 31 декабря 2022 года, вправе получать выплаты по старым правилам до достижения 3 лет ребенка, сообщает телеграм-канал администрации Советского района Самары. Администрация Октябрьского района Самары приглашает жителей на рождественский бал, который состоится в это воскресенье в 16 часов по адресу улица Ленина, 14А. Принять участие может любой желающий, вне зависимости от возраста. Продолжительность мероприятия – около 3,5 часов. Бал-карнавал пройдет в традициях 19-20 веков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова